Срок действия Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ будет продлен до 2017 года. Соответствующее поручение на днях президент России дал правительству страны. В поручении, в частности, говорится о том, что в региональных адресных программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должны обязательно указываться сроки переселения жителей каждого конкретного дома. Информация о количестве аварийных домов в каждом населенном пункте и регионе доступна уже сейчас. Она постоянно обновляется на сайте Федерального фонда. Напомню, что объем финансирования переселения из аварийного жилья в МРИЭЛ в этом году оценивается в полтора миллиарда рублей. Переселение граждан из аварийного жилого фонда, признанное одним из приоритетов внутренней и социальной политики, может стать массовым в нашей республике уже с нынешнего года. Когда на кону полтора миллиарда рублей, даже местные проблемы, такие, например, как где найти 120 миллионов для софинансирования переселения в Вишкарале, кажутся не такими уж и сложными. Параллельно разработке программ софинансирования из местных и регионального бюджетов на сайте Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ составляется реестр аварийных домов. В МРИЭЛ, согласно этому реестру, ожидают переселения почти 7,5 тысяч человек, проживающие в 469 многоквартирных домах. Также на сайте можно убедиться, в какой степени планируемое переселение обеспечено финансированием. Так, если бы переселение начиналось в эти дни, оно было бы возможным лишь для 5-6 домов, общая площадь которых составляет 3200 квадратных метров. Наибольшее число аварийных домов в республике расположено в Вишкарале и в Орске. По неофициальной информации, в столице МРИЭЛ может насчитываться несколько сот аварийных домов. Признают их таковыми специальные межведомственные комиссии, работающие по определенному плану. Еще один из способов, получивших распространение в последние годы – прокурорские проверки. В среднем прокуратура Вишкаралы признает в течение года аварийными 4-5 многоквартирных домов. Оценка и проверка жилых домов на предмет их аварийности также могут проводиться по письменному заявлению жильцов. Продолжение следует... Пульс Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...